Василий Синьковский, поисковик из Молдовы, сейчас вступает. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, здравствуйте. Да, я приветствую всех, хочу поздравить всех с наступившим юбилеем нашей Великой Победы, пожелать мира всем народам, земли нашей, и благополучия, и процветания. Я представляю поисковое движение Республики Молдова, руковожу поисковым отрядом «Август», а также возглавляю поисковый проект «Шаг Победы». Поисковый проект «Шаг Победы» существует уже 8 лет, он создал в 2012 году. Включает он в себя в основном составе 2 поисковых организации и поисковых клуба. Это «Август» непосредственно и «Русский историко-патриотический клуб». И также в этом проекте участвуют другие общественные организации, патриотического и военно-исторического толка. Основная работа наших организаций в этом проекте – это практическая работа на полях сражений, то есть поисковая работа непосредственно. Мы занимаемся работой в зоне бывших боевых действий Великой Отечественной войны. Это известнейшие на территории Молдовы поздармы – Шарпенский, Кицканский, Пуакарский, Раскоецкий – поздармы, на которых погибли тысячи наших воинов, солдат и офицеров Красной Армии. Конечно, в основном мы работаем по боевым захоронениям. Стараемся отыскать неучтенные захоронения солдат, которые пали в бою. Мы находим такие захоронения. Солдаты лежат в тех положениях, в которых их осталась смерть. Это траншеи, блендажи, какие-то, может быть, воронки от взрывов. При них мы находим как и личные вещи, так и оружие, с которым они шли в свой последний бой. Тем не менее, нам приходится попадать, то есть мы находим и санитарные захоронения. То есть, многие из вас знают, что это захоронения, которые обустроены непосредственно и в близости от мест боев, солдат погибших и вынесенных с поля боя. На сегодняшний день нашим поисковым клубам, нашему проекту удалось обнаружить и перезахоронить порядка 800 солдатов и офицеров Советской Армии. К сожалению, конечно, больший процент найденных и перезахороненных ребят безымянные. По той причине, что при обнаружении не сохраняются документы, отсутствуют подписные вещи или наградные знаки, имеющие и дефекционный номер. Специфика поиска в нашей республике такова, что основные бои, это были освободительные бои 44-го года, начиная с конца марта и заканчивая концом августа 44-го года. К тому времени, как вы знаете, что личные опознавательные знаки практически уже не использовались. Они оставались у тех бойцов, которые участвовали еще с 41-го, 42-го года в войне. Ну а те, кто был призван на освободенных территориях от Волги до нашей земли, до Днестра, они уже не имели таких лозов практически. Были у них красномерские книжки, которые в нашем черноземе, агрессивном, к сожалению, не сохраняются. За десятилетнюю историю поисков отрядом «Август» нами было найдено всего лишь 4 фрагмента такой книжки, по которым мы не смогли установить имена их владельцев. Конечно, иногда мы находим и личные опознавательные знаки, так называемые медальоны. Тогда это считаем большой удачей, и родственники узнают судьбу и о том, как и где похоронен их дед или прадед. Как я сказал, что процент опознанных у нас довольно-таки низкий по этим многим причинам. Тем не менее, из всех найденных нами солдат и офицеров по 10 мы смогли установить точные данные, опять же, благодаря жетонам, боевым наградам, медалям с номерами и некоторым другим личным подписным вещам. В прошлом году впервые в практике нашей работы было произведено захоронение найденного нами бойца по месту его рождения в Томской области. Солдат был найден на боевой позиции, с оружием в руках, при нем была медаль за трагу, по которой нам удалось установить имя этого человека. Им оказался рядовой Скоблин Михаил. Нужно отметить, что по всем боевым документам и по данным родных Скоблин Михаил считался пропавшим без вести. Указание на место пропажи без вести было именно то, тот квадрат, то поле, та высота, на которой мы его обнаружили. Практические полевые работы происходят у нас ежегодно. То есть никаких конкретных календарных дней нету, хотя мы составляем планы предварительной работы на год или более краткосрочные планы. Но начало работы у нас всегда, если позволяет, погода начинается с 1 января и заканчивается последними числами декабря того же года. То есть вахта памяти у нас длится 365 дней в году. Нынешняя зима была очень мягкая, поэтому работы мы проводили. И буквально недалее, как вчера, в 75-летний юбилей Победы, мы предали земле еще 45 солдат и офицеров, которые были нами обнаружены в этот небольшой сезон до, к сожалению, развития пандемии. Я должен извиниться перед присутствующими. Поздно мы включились в данный фестиваль, и я не сумел подготовить никаких ни видеоматериалов, ни графических материалов, хотя у нас их огромное количество за все эти годы собралось, и видеосъемок, фотосъемок, документов и тому подобной наглядной информации. Но сжатые сроки и подготовка к захоронению дали нам сделать такую презентацию. Ежегодно, кроме по полевых выездов, мы проводим и двух-трехнедельные этапы летнего лагеря, куда приглашаем к участию поисковиков других стран. В наших лагерях принимали участие ребята из стран СНГ, то есть это Россия, Прибалтика, Украина, так и из дальнего зарубежья. Присутствовали в наших работах ребята из Польши. Наши поисковики, в коих в проекте насчитывается около 30 человек, также принимают участие в зарубежных работах поисковых на территории России, тоже Украины, Крыма, и принимали участие и по приглашению польской стороны в экспедициях нарыв. Опыт мы накопили большой довольно-таки, но, тем не менее, мы не останавливаемся только на практической полевой работе. Также мы занимаемся и архивной военно-мемориальной работой. Работаем по запросам родственников, которые присылают нам письма, заявки на поиск места захоронения их родственников, павших. Таких заявок, письм к нам приходят сотнями в течение года. Больший процент, порядка 70%, мы даем положительный результат. Те 30 оставшихся процентов – это те заявки, по которым данные никак невозможно найти ни по ОБД-мемориал, ни по архивам местным. Поэтому они у нас складываются в определенные папки, которые называются временные отложенные поиски. Но периодически мы эту информацию опять вскрываем и проверяем по всевозможным архивам. Что касается мемориальной работы, увековечения памяти павших. На территории Республики Молдова на сегодняшний день числятся по базам Министерства культуры и нашей собственной базе 1454 воинских памятников и знаков. Из них порядка 800 – это воинские захоронения, как одиночные и групповые, так и братские. Есть 10 захоронений численностью от полутора до трех тысяч. Когда мы начинали свою деятельность и к нам начали поступать запросы из разных стран СНГ и дальнего зарубежья, мы поняли необходимость иметь под рукой большую информационную базу находящихся у нас в стране мемориалов. Поэтому мы приступили к планомерной работе по посещению, изучению, фотографированию, то есть, так сказать, фиксированию и созданию собственных паспортов этих памятных мест. Когда начали выводить списки захороненных в тех или иных браских захоронениях, то поняли, что имеющиеся гранитные плиты с информацией часто не несут всей полноты списков тех, кто погиб и может быть похоронен в этом месте. В процентном соотношении бывает так, что информация недостающая о именах погибших и захороненных на мемориале, где численность захороненных превышает тысячу человек, достигает 50-60%. И с тех пор, как мы поняли такое положение вещей, мы начали составлять списки погибших, уточнять их и составлять собственные каталоги и книги памяти по каждому захоронению, которое мы обрабатываем. Начали мы по принципу крупных захоронений. Это было первоначально, потому что они занимают больше времени по работе, как вы прекрасно знаете. И так у нас сложилась большая собственная информационная база. В своих работах мы используем не только данные ОБД Мемориал, хотя это основной инструмент, как и для многих из наших коллег. Нам удалось собрать и базу местную. Это документы, которые могли быть найдены в военкоматах, в сельских советах, в мэриях, в отделах культуры местных советов, в школьных музеях, где еще они сохранились. Это списки, фотоальбомы памятных мест еще в 60-70-х годах. Это письма, переписка с ветеранами 50-х, 60-х, 70-х годов, которые сохранились в тех или иных местах. Всю эту информацию мы собрали, сканировали, храним у себя и при необходимости делимся с людьми, которые к нам обращаются. К сожалению, пока мы не имеем возможности эту информацию пустить в свободное плавание, так сказать, сделать общедоступной. Но часть ее можно видеть в нашем сайте, август.мд. Сайт, конечно, сейчас находится на реконструкции, но прежняя его версия работает исправно. И в архивах ее можно посмотреть необходимую вам информацию. Также у нас ведется работа по созданию собственного сайта Книга памяти Республики Молдова, в которую мы включим информацию о всех уроженцах Молдовы, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. А также основной базой этого сайта будет информация о людях, воевавших и погибших на территории нашей страны. Такая база у нас тоже собрана довольно-таки большая. Она включает в себя и воспоминания, письма родственников, извещения о гибели, фотографии, которые нам присылают родственники после обращения к нам и знакомства с нашей работой. На сегодняшний день письмам, полученных с обращениями родственников, у нас порядка трех тысяч. Как я говорил, что около 70% из них даны положительные ответы, но по остальным работа ведется. Что еще сказать о мемориалах? За последние 10 лет в нашей стране капитально реконструировано порядка 30 воинских мемориалов. Это воинских сохранений и памятных мест. К сожалению, мы не всегда находили понимание в качестве, в плане документальной работы с архивами, для того, чтобы при конструкции мемориала мы могли воспроизвести полные списки погибших. И много лет мы доносили свою информацию до разных инстанций, но только в прошлом году впервые нам удалось убедить власти и поставить, так сказать, на постоянную основу тезис о том, что без предварительной работы со списками захороненных мемориальные работы, то есть восстановление мемориалов производить не нужно. И в прошлом году уже было открыто два мемориала, где воспроизведены наиболее полные списки погибших там воинов. На сегодняшний день, по прошествии пяти месяцев этого года, нами уже обработаны порядка семи больших воинских захоронений, списки переданы в местные администрации, и сейчас там ведутся предварительные работы по проектированию, реконструкции этих памятных мест. И часть из них в этом году уже будет построена, и новые имена будут внесены на гранитные плиты этих мемориалов. Так что родные смогут теперь увидеть имена своих павших на этих плитах. Большой, очень большой сегмент нашей работы занимает работа с молодежью и со средствами массовой информации. Кроме вышеперечисленного мною, мы осуществляем работу по учебным заведениям. Это выставки всевозможные, лекции, а также мероприятия, связанные с практической работой с молодежью, то есть походы боевой славы, по местам боевой славы, двух-трехдневные по нескольку раз в год. Это у нас есть проект «Автобус Победы», где мы берем большой автобус со школьниками и возим по мемориалам, сельским музеям и памятным местам. То есть это мы поставили на постоянную основу. Также очень много у нас ведется работы по выставкам к юбилеям, к юбилею Победы, допустим, и в 70-летие, и в 70-летие. Было и к Сталинградской битвы, и Ржевской битвы. В общем, по каждому более значимому событию относительно истории Второй мировой и Великой Отечественной в частности, у нас проводятся выставки. Такие выставки у нас проводятся не только по школам и по учреждениям, но также были выездные выставки, которые проходили на территории Российской Федерации. Это тоже очень значимая вещь, особенно для людей, которые хотят ознакомиться с тем, как ведется работа такая в Молдавии, так и для диаспори, которая проживает в том или ином регионе Российской Федерации. Очень большое внимание мы уделяем, как я сказал, молодежи. Привлекаем ее к нашим работам. Была у нас раньше как бы обязательная такая вещь, как приглашение на поисковые работы экспедиции студентов с юга республики, с севера с учебных заведений. Опыт такой, конечно, не всегда был положительным, потому что людей, которые нам присылали студентов для работ на местах сражений, не все из них были заинтересованы, так сказать, отбывали просто положенную повинность, но часть из них присоединилась к нам, была долгое время с нами, некоторые даже остались до сих пор. Ну, что еще хочу сказать? Я смотрю, время тоже немного осталось. Я очень благодарен организаторам этого фестиваля за то, что пригласили к нам, нас к участию в нем. Я очень волнуюсь, потому что наш первый опыт. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем участвовать и с более качественной подготовкой и презентациями. Я очень хочу поблагодарить всех тех, кто является нашими коллегами, кто занимается военной моральной работой, любой поисковой архивной работой, пусть даже не только практической. Своих коллег, которых я имел честь наблюдать, на этой конференции. Прошу прощения, что не смог полностью увидеть первые два дня, так как были заняты церемонии захоронения. Но все, что посмотрел сегодня, очень интересно, очень понравилось, и есть чему поучиться у многих лекторов. И надеюсь, что в будущем наши выступления, не только мои, но и другие представители от Республики Молдова, будут более объемными и более интересными. Еще раз хочу поблагодарить всех участников и коллег, поздравить с наступившим Днем Победы и успехов нам всем. Василий, большое спасибо. Мы тоже рассчитываем, что специалисты из Молдовы будут принимать и дальше участие в наших конференциях. Большое спасибо. Обращайтесь, приглашаем. Всегда будем рады помочь и откликнуться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.